МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Открой Дагестан. Сегодня в республике стартовал международный туристический форум. Мы были везде. Только осталось с крыши правительства прыгнуть. Остальные места мы уже везде были. Не знаю. Нас нигде не слышат. Я не знаю. Они все спят, что ли. Я не знаю. Нет жилья, ночуем в палатке. Ветераны Афганской войны вот уже месяц живут в столичном парке. У некоторых это уже сказалось на здоровье. С золотом из Бурятии. Чемпионку мира по боксу Зимфиру Магомедалиеву накануне встречали на родине. Мой Дагестан. Комфортная городская среда. Ход реализации этого масштабного проекта обсудили на совещании у главы Дагестана Владимира Васильева. Направлен он на благоустройство общественных и придомовых территорий. В текущем году муниципалитеты республики получили субсидии из федерального бюджета в размере более 1 миллиарда рублей. Освоены они будут в 10 городах и 29 муниципальных районах Дагестана. В 2019 году, согласно проекту, предусматривается благоустройство более 200 объектов. На сегодняшний день освоено 305 миллионов 196 тысяч рублей, что составляет 30,5%. Прогноз по освоению на 1 ноября составляет 50%. Для улучшения контроля за ходом реализации партийного проекта в региональном полицовете было принято решение, что лучше будет установить камеры видеонаблюдения на всех участках. На сегодняшний день установлено 145 камер, это составляет 67%. На сегодняшний день фактически на всех объектах подготовительные работы, значит, на одних уже полным ходом работы идут. Глава Дагестана положительно оценил ход работы. По словам Владимира Васильева, работа общественных координаторов позволила существенно снизить риски срыва исполнения нацпроекта и увеличила скорость обмена информацией между муниципалитетами и центром. Как член нашего высшего политического органа имею право сказать, что я вам очень признателен. Спасибо вам большое за работу. Вы назвали некоторые вещи, на мой взгляд, очень системные, правильные. Нам надо работать над этим. Спасибо вам большое. Желаю вам успехов. Незаконная АЗС принесла жителю Хазевюрта больше 100 миллионов рублей. Предприимчивый мужчина открыл заправочную станцию для торговли газомоторным топливом, но лицензию получать не стал. Нелегальный бизнес просуществовал около пяти месяцев и принес хозяину многомиллионную прибыль. В настоящее время АЗС закрыта, а ее владелец стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство». Вот уже месяц десятки дагестанских ветеранов афганской войны ночуют в Махачкалинском парке, требуя от властей предоставления положенного им жилья. Протест отразился на здоровье митингующих. С подозрением на инсульт одного из участников пикета доставили в больницу. Продолжение темы. Сюжет Луизы Раджавовой. Что здесь уже? 27-е сутки мы здесь. У нас нормальный человек не выживет. Его забрали прямо из палатки, где он и его боевые товарищи в знак протеста организовали круглосуточную вакту. За целый месяц, признается Джало, в душе накопилось многое. И пережитая афганская война, и равнодушие властей. Ничего не поменялось. Неужели руководители Республики Дагестан не хотят встретиться с этими нашими ветеранами войны в Афганистане? В 19 лет из родного Буйнакска сначала в Кандагар, потом в Шиндант. На войне служил в авиации. Теперь Джало Джалалов – председатель Буйнакского отделения Союза ветеранов Афганистана. Обещанного вот уже 30 лет жилья он так и не получил. Зато чуть не получил инсульт. Мы планируем дальше. Мы и будем планировать. Мы эту акцию не будем. Наверное, руководители Республики Дагестан Васильев не знают. До него не доносят то, что мы находимся в палатке. Мое личное мнение это. Но ребята будут стоять до конца в палатку, мы оттуда не собираемся. Афганец, и он раньше тоже лечился. У него были черепно-мозговые травмы. И тот период, что он находился на открытом воздухе, тем более и переживал, и психоэмоциональные нагрузки, дали себе знать. Пациента доставили на больнице скорой помощи. Он не мог ходить. Его на каталке привезли к нам с подозрением на инсульт. Мы ее приняли, обследовали. И не нашли инсульт, не подтвердился диагноз. Но у нее были высокие цифры артериального давления, головные боли, головокружение, общая слабость. Голодовка теперь сменилась на бессрочный пикет. И это все для того, чтобы привлечь внимание республиканских властей. Однако за прошедший с начала акции месяц из республиканских чиновников с ними встретились лишь депутаты Народного собрания. Встреча, как говорят в таких случаях, ничего не дала. Тем временем жители близлежащих к парку домов и просто проходящие мимо горожане помогают ветеранам. То продуктами, то просто добрым словом. Очень обидно, что в Дагестане вот такое положение, что те люди, они все инвалиды. Инвалидности нет, квартиры не дают, жилья нет, пенсия, копейки, на которые существуют. Проходился просто по парку, вижу, что люди, те, кто воевали, были на войне, те, кто защищали по призыву Родину, они сидят, устроили забастовку, голодовку, потому что им не предоставляют тех благ, которые были должны предоставить им. Мне обидно за таких людей, потому что люди, которые вносят вклад в страну, не оценены по достоинству. Уже пора обратить внимание, потому что я на протяжении уже месяца отсюда прохожу на работу, я здесь рядом работаю, вот вижу их здесь. Им нужно оказать помощь, но, видите, государство помощь не оказывает. Конечно, нужно на это обратить внимание. К людям простым, неважно, ветераны мы или не ветераны. Суть в том, что законы должны быть для людей, а не люди для законов. И это беззаконие, которое сегодня есть, это нужно менять. Что-то нужно делать, но так не может продолжаться. Мы надеемся, в любом случае, мы будем здесь до последнего, пока глава республики нас не услышит. Никогда такое было, чтобы вот такое отношение было к ветеранам-афганцам. Никогда такого не было. Это впервые у нас история. Год, мы забыли, где вы были? Вот как Гасани сказал, мы были везде. Только осталось, вот с крыши правительства прыгнуть, в остальных местах мы уже везде были. Не знаю, нас нигде не слышат. Я не знаю, они все спят, что ли, я не знаю. Уже месяц дагестанские ветераны Афганистана живут в парке, который был разбит в Махачкале в их же честь. И сколько они здесь еще пробудут, вопрос все еще открытый. К тому же скоро ударят морозы, значит, в пору заказать утепленную палатку и печку-буржуйку. Прекратить акцию протеста афганцы не собираются. Во всяком случае, до той поры, пока их не услышат на самом верху. Луиза Раджабова, Мусас Алгиреев, Магомед Магомедов. Новости ННТ, Махачкала. В республике стартовал второй международный туристический форум «Открой Дагестан». Его цель – формирование положительного имиджа региона, создание на юге России профессиональной деловой площадки для продвижения местного турпродукта. На открытии форума практически все народы республики представили свои промыслы, традиции и кухню. Посетил площадку и глава Дагестана Владимир Васильев. Я очень признателен, что сегодня в этом зале создалось столько людей, которые посвятили себя этой теме. И хочу вас всех за это поблагодарить. Потому что туризм, он как и что-то другой. Особенно в нашем времени, в непростое время. Вот у меня знакомые, я сейчас с ними разговаривал вчера, оказались в Испании, в Парселоне. Ну, тоже музей, гостеприимнейший город. Невозможно жить, невозможно вылететь. Это к нам с вами, вот здесь представители власти. Форум продлится еще два дня. В его рамках пройдут выставки, фестивали, ярмарки, конгрессы, конференции, а также соревнования по морским видам спорта. Кроме того, будут презентованы инвестиционные проекты по созданию и реконструкции туристско-рекреационных кластеров. Показаны презентации и семинары от ведущих российских и международных экспертов в данной сфере. Первый форум Open Дагестан прошел в республике в сентябре 2014 года и собрал порядка 800 участников. Отметим, что по официальным данным за последний год регион посетила более 700 тысяч туристов. В республике продолжается реализация проекта по обеспечению жильем инвалидов. Так, обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий стали еще 18 дагестанских семей. Таких документов в этом году будет выдано более сотни. Зумруд Гамидова об этом более подробно. У Минат Алеева из Кизляра с тремя детьми годами жила в съемной квартире. В очереди женщина стоит с 2011 года. Возможности расшириться не было. И вот очередь на улучшение жилищных условий наконец подошла. Я не ждала, думала, так быстро не дадут, не будет. Ну вот видите, получила. Очень рада. Сколько я могу уже снимать, у меня дети уже растут. За квартиру оплачивать очень трудно, конечно. Сейчас, конечно, помощь, сейчас я буду уже свое жилье. Сумма взноса рассчитывается так, чтобы собственник мог выплатить ипотеку в течение 10 лет. Причем ежемесячная выплата не должна превышать 10 тысяч рублей. Вся остальная стоимость жилья будет компенсироваться за счет средств бюджета. Как говорят чиновники, проект уникальный и подобных ему нет нигде в России. Значит, эта квартира, это жилье, этот сертификат на жилье, он дает возможность иметь данную квартиру, данное жилье в собственности, а не в социальном найме. Очередь, конечно, очень большая еще. Только эта работа начинается. Реализация подобного социального проекта стала возможной благодаря увеличению налоговых поступлений в республиканский бюджет. В этом году власти региона планируют обеспечить жильем более 200 инвалидов первой группы и семей с детьми-инвалидами. На эти цели выделено 300 миллионов рублей. Зумруд Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. В Монсукольском районе отметили Международный день сельских женщин. Центром торжества стала администрация района. Праздник прошел в теплой дружеской атмосфере за накрытыми столами. Для прекрасного пола подготовили конкурсы и викторины. На праздник собрались жители села. Честовали женщин, которые стали примером воспитания детей в работе и в активном участии в жизни села. Будущее за дружбой народов. Под таким лозунгом в Махачкале проходит второй международный студенческий форум. В нем принимают участие гости из зарубежья и регионов России. Сколько всего делегатов приехало на мероприятие, знает Хамза Нурмагомедов. Азербайджан, Белоруссия, Москва, Осетия и Чечня. Студенты и педагоги этих стран и регионов приехали в Дагестан, чтобы заявить будущее за дружбой и пониманием. Всего 50 человек. Многие из них на форуме впервые. Я впервые в Дагестане и меня очень поразило гостеприимство, погода и природа. Тут просто прекрасно. Большие впечатления. Все очень нравится. В этой дружественной обстановке нам очень приятно видеть дружественных людей и дружественные для нас народы. Обовлечение других культур. Культура твоего народа – это положительно сказывается на развитии. Бостеприимно встречают в таком солнечном Дагестане. И мы рады увидеться с коллегами и поговорить по таким насущным проблемам. Гости приехали не с пустыми руками. Они привезли с собой национальные блюда, напитки, костюмы и символику родного края. Это, ну, по-русски это «Братина», да, а у нас называется «Чаша отцамонга». То, что пускали по кругу обычно воины, и каждый глоток делал по-братиму. Поздравить с началом форума на открытие пришли представители власти республики, директора учебных заведений, а также именитые спортсмены и общественные деятели. Все в один голос говорят о важности дружбы народов во благо всего человечества. Мероприятие продолжилось культурной программой. Форум уже второй год проходит по инициативе руководства промышленно-экономического колледжа. Директор учреждения Мария Мгамидова уверена, это мероприятие поможет ребятам разных народностей больше узнать о культуре и быте друг друга, подружиться и навсегда избавиться от стереотипов. Мы хотим сегодня создать атмосферу дружбы, любви, взаимопонимания, чтобы это тоже продолжалось и продолжалось. Поэтому сегодня очень ответственный день, волнительный для нас, для всех день. Я думаю, что и этот форум будет проходить два дня, будут дискуссионные площадки. За эти два дня студенты примут участие в работе дискуссионных площадок. На них будут говорить о возрождении нравственных ценностей среди молодежи и воздействии интернета на поведение человека. Помимо этого, для гостей проведут экскурсию по достопримечательностям Дагестана. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Дагестанские спортсмены будут повышать имидж республики в регионах России. В Министерстве по физической культуре и спорту Дагестана прошла встреча с именитыми чемпионами и призерами. О чем говорили и к чему пришли, расскажет Камиль Зевятов. Регион славился и славится своими титулованными атлетами. Олимпийские чемпионы, а также чемпионы мира по различным видам спорта стараются делиться своим приобретенным опытом. Выездные мастер-классы дагестанских спортсменов различной регионной страны уже стали доброй традицией. Подробное обсуждение еще одной предстоящей поездки прошло в Министерстве спорта Республики. Мы красивый народ, мы дагестанцы. И это нам надо переподавать для тех, которые не понимают, для нашей громады России тоже. Цель нашего вида – основной находится дружба и братство между народами Российской Федерации. Турны начнется 29 октября и завершится 30 ноября. За месяц спортсмены проведут ряд встреч с воспитанниками детско-юношеских спортивных школ, а также с представителями диаспор и местными жителями. Люди там живут в других регионах, они нас спортсменов любят, поэтому они хотят нас видеть там. Поэтому очень большая вопрос, если у кого когда есть возможность, вот мы целый месяц график сделали, у кого есть 2-3 дня поехать, мы можем города вам озвучить заранее. Если вы заранее скажете, какие числа у вас получается, поехать, вам билеты еще купят, там вас встретят. По словам спортивных функционеров, выездные мастер-классы наших спортсменов положительно влияют на имидж республики в целом. Поэтому работа в этом направлении будет продолжаться. Камиль Девятов, Мурат Бегбарзов, Зумруд Гамидова, телеканал ННТ, Махачкала. Чемпионку мира по боксу Демфиру Магомедалиеву накануне встречали на родине. Радость победы со спортсменкой разделили ее родные и многочисленные болельщики. Бурные овации, теплые слова и зажигательная резгинка. В старичном аэропорту для чемпионки устроили торжественный прием. Тысячи дагестанцев с замиранием сердца ждали ее победы у экранов. Но особо рады за Магомедалиеву земляки из родного Длеротинского района. Каждая победа наших чемпионов в нашем районе, это каждый день как праздник. Поэтому Зумфира Магомедалиевна это наш будущий человек, который надеждает нашу республику, не то что республику Дагестан и Российской Федерации. И мы уверены, что у Зумфира все получится. В 2020 году она обязательно ищет, что она станет с такой поддержкой олимпийской чемпионки. За победу спортсменку ждут солидные призовые от Федерации бокса и республиканских властей. Напомним, чемпионат мира проходил с 3 по 13 октября в Улан-Удэ. В столице Бурятии воспитанница школы бокса имени Бузая Ибрагимова была вне конкуренции в категории до 81 килограмма. Магомедалиева одержала уверенные победы в трех поединках. На верхнюю ступень мирового пьедестала она поднялась во второй раз. Спасибо, что пришли, спасибо, что поддерживали после каждого боя и до боя. Спасибо, что поднимали дух. Вам спасибо, что поддерживали. Это все к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова